На шествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Ангел говорит, его здесь нет, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Деревилею, там его увидите, вот я сказал вам. Что в этих словах самое главное? Для людей, которые пришли, повеления им приходить не было в гробнице. Никто ими повелевал его искать, он мертвый, то тем более можно было сослать, и ты сказал, ставь мертвецам, хоронить мертвецов. Надо эти слова могли сослать, все они, а чего там у гроба было делать? И ангел их упрекнул, что ищите живого среди мертвых, явно, что они не по назначению пришли. А вот самое главное, а сегодня в Иерусалим такие деньги тратят люди, там государство на этом наживается, едут как гробницы Господни, где Христово тело лежало. И мне архиерей говорит о своем благоговении, я там был, его нет, этого архиерея живым, идиот, и я сел на тот камень, на котором сидел ангел. Во-первых, доказательств никаких нету. И там ямочка у него на камне, на гранит, там это выцеловали губами, языком люди. И я соскочил, и думаю, как же так, я задом сел на этот камень, он видишь, подумал, что это не то место осветилось у него. Такое вроде благоговение. Да ничего этого нет, это игра одна, камень и камень. Ну подошел я к нему, сидел ангел, ну сидел ангел, и что, да ангел вот рядом стоял сейчас, и что теперь, полцеловать? Мы его не видим только ангел, а то он рядом. Ангел, хранитель везде. А вот придумали это все, за тысячи километров пешком идти. Мне очень нравится выражение Белинского, когда он написал Богу, который ездит на поклонение. Он говорил, кто не нашел Христа здесь, среди бездольных, бедных, тому не за чем пешком идти в Русталим, он и там его не найдет. Русский критик. Может быть человек с малой верой совсем. Я нахожу, что главные слова, которые непосредственно относятся не на один день, он говорит, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Ну посмотрели, лежал, его нет, все, повеление, подойдите, посмотрите, уже не надо пять раз приходить и смотреть. Он не сказал, что из век к век будете приходить и смотреть. А далее говорит, пойдите скорее, скажите ученикам. А эти слова как будто не слышали. Жены услышали, в церкви это считают. Ну пойдите скорее скажите, когда это повеление было в церкви. То, что вы услышали сегодня в храме, священник сказал так. На исповедь ни одна не приходи ко мне, если не пойдешь, скорее родным, близким, дальним, на заводе, где работал, не расскажешь. В школе пойди, расскажи. Нет этого. Слова Христа, пойди скорее и скажи ученикам, его не расслышали. Я хочу на них остановиться. Важные слова. Ейте в другую деревню, пойди скорее и скажи людям. Про нас сам, с кем ты встречаешься, пойди и скажи им о Христе. Вот мы ездили с братом. Я рассказывал, один человек нападал на нас ножом в деревне, окна там разбивал. И долго мы с ним не виделись, много лет. А поехали в прошлое воскресенье, я говорю, заехать надо. Заехали, он принял нас, как будто ждал. Увидал книгу, 23 дома, мне как раз это и надо. Тут же сразу вышел, пошел, деньги взял. И такой разговор прекрасный был. Брат все зафотографировал. То есть я теми еще мерками мерил. А у Господа все уже по-другому. Иди возвести ему. И Новый Завет. Встал одной, говорит, Новый Завет. Она пошла, и мы приносят Библию. А у нас, говорит, раздавали здесь какие-то, приезжали люди. Ну, приезжали какие-то, я слушаю, не православные. Православные не дают. Я говорю, у нас одна сестра ехала и материалы, листики, окрещения раздавала бесплатно. И в вагоне, и бабушка говорила, достает деньги. И она взяла уже в руки и достает деньги. Сколько стоит? Она говорит, нисколько даром. Она сразу вернула, иди и не ври. Православные никогда ничего даром не дают. И ж сектанткой прикрылась. Бесплатно. Она сразу обнаружила, что бесплатно. Высчитала ее. Какое мнение-то православное, чтобы шаг не сделать, ни разу не щихнем бесплатно. Нам обязательно надо заплатить. Вызвали батюшку, заплатить надо. Обязательно. А как? Разве русский народ не развратился? Почему это повеление, которое Бог дал Моисею, не пришло ни к одному русскому священнику-архиерею? Иди скорее к народу. Народ развратился. Я дал чудную веру православную в России. И что вы с ней сделали, Господь скажет. И вот этого голоса-то так и не было в России. Но давайте его возобновим. Сегодня Христос говорит патриарху, иди. Народ патриархийный развратился. К старообряческому корневию говорит, иди, народ твой развратился. Он Библию не знает. Они грызутся между собой. Они пьянствуют беспробудно. Ну свои грехи называйте. Иди. Бог заботится. И при том, иди скорее. Мы вообще не поворотливы. А вот иди скорее на благовестие, прямое указание. Скорее. А чтобы идти на благовестие, надо что-то знать. Лука 14, 21. Тогда разгневавшись, хозяин дома сказал роду своему. Пойди скорее по улицам и переулкам города. И приведи сюда нищих увеченных, хромых и слепых. Опять пойди скорее. Я останавливаюсь на этих словах. И сегодня этот голос в Новом Завете не переменился. Потому что тот же самый бог Иегова повелевает. Пойди скорее. И возвести. Ну что у вас, переулков не хватает? Изгородей нету? Увечных нет? Хромых нет? Сколько хочешь. Они в администрации. Сегодня пришла газета, прислали и говорят. Ну почему нам так мало платят? Депутаты уходят в отпуск. Отпускные дают самые маленькие 230 тысяч. Это те депутаты, которых вы избираете. Человек, который ходит сегодня и голосует, еще ничего не знает. Написал в газете напечатанное. Так это самые маленькие. Я в книгах это все отобразил. Министр получает больше учителя в 3300 раз в месяц. Нормально? Так пойдите, скажите людям, что вас обманывают, что люди благовестия не знают. Они обманщики. И этих выбирают они безбожники, грабители, хапуги, изверги. Зачем же вы их выбираете? Кто голосовал, он выбрал его. Ты же выбрал. Ты совершил беззаконие. И голосуете. Греха не боитесь. Потеряевку все еще приезжает с ящиком, в урну бросает. Да в урну только плюют. Вы ее название-то прямое показывали, для чего она есть. Окурки бросают туда. В другом-то названии это урна. Ты что, не понял? И в урну еще есть, когда человек ожидает урна. И голосует. Больше три назначения только. Это одно из них. Лука. 17.7. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол? Никто. Поэтому, когда мы все сделаем, не ждите, что сейчас же нам Бог что-то особое сделает. Человек, если благовествует, живет правильно, а у него бывают такие скорби, такие печали. Почему? Награда его увеличивается. Бог испытывает и испытывает. Я вам говорю, а я больше не проверяю, по домам не хожу, чтобы вас проверить. Вы записывайте себе, когда вы говорили последний раз кому. Когда шли по изгородям, кого искали, как свидетельство. Тем более, у нас сейчас столько литературы. У нас есть новые заветы. Пока никто не пришел. Новые заветы Евангелия Атеана я привез. Притом ни один, ни два. Ящики. И никто не заходит. Вы не нуждаетесь этим. Я же не продаю. И вот о воскресении, в Ветхом Завете, говорит, идите, скажите, что он воскрес. Что о воскресении в Ветхом Завете? Три раза так и говорится. В некалонических книгах пять раз. В новом завете 133. Разница есть? То есть у нас религия воскресения. Вы знаете, где у нас в воскресении слово встречается? И мы его, это воскресение, повторяем и не понимаем. Анастасия. Перевод воскресения. Настя. Это воскресение. И когда ты ее зовешь Настя, ты все время говоришь, воскресение, иди сюда. Воскресение, иди туда. Когда Павел говорил о воскресении Христе, ему сказали, какие-то новые божества. Они поняли Анастасия, это новое божество какое-то. Ну, посмотрите, в календаре написано там, перевод ее. То есть у нас воскресение среди нас. И мы даже этого не хотим понять. Мы уже забыли, ой, неужели так? Да так. Вот что в воскресении мы считаем. Матфея 11.5. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные ощущаются и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Вот я стал смотреть по порядку. Слепые прозреваются, слепые глаза открылись. Конечно, это не измертых воскрес. И как, если считать это в восходящей степени? Хромые ходят, удивительно, кости срослись, прокаженные ощущаются, спидовские выходят. Дальше мертвые воскресают, и нищие благовествуют. В конце нищие благовествуют. То ли это выше всего, или недостижено было, что нищие благовествуют. Не попы, не архиереи, а нищие. Скажите, нищие благовествуют. А как они благовествуют? А мы сейчас слышали. Сидите в Иерусалиме, не отмучайте, и в доколе не обречетесь силой свыше от Духа Святого. И будете мне свидетелями. Если никуда не идешь, это доказательство, что Дух Святой на тебя не сходил. А кто Духа Христова не имеет, тот не его. Понимаете, тут прямая связь. Если ты никому не говоришь, ты сам подумай, кто ты. Наконец, мы тоже о работе работаем. Ну и что? На одной работе, и каждый день ты можешь говорить о Христе. Определенная душа какая-то по кабинету с начальником. Тебя никогда не гнали, значит, ты не показал Христа. Если по-настоящему будешь говорить о Христе, обязательно тебя заметят. Где бы ты ни был. Вот от нас сейчас поехала сестра. Вот, в лагере работала. И она только села и начала благовествовать. А он какой-то нерусский оказался, новосибирский автобус. И она на самом обогнула, как одна минута, говорит, я ему благовествовала, там что-то дала, видимо, Евангелие. И он с нее деньги даже не взял. Так и доехала. Я со мной с сестрой поговорила, она на Сибирь с дочерью поехала. И я, говорит, никого нет. Я пошла к шаперу и стала говорить. И мы всю дорогу с ним проговорили, он меня от себя не отпускал. Я, говорит, почувствовала вкус проповеди. Она, говорит, никогда не говорила. Я ходила в храм, все время думала, что только два Евангеля. А их, оказывается, четыре. Никто ничего не знает. Дениане 4.2. Они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. В Иисусе воскресение из мертвых это считалось уголовным преступлением. Воскресение от Бога Егова. А тут вдруг в Иисусе Христе. Вы всегда говорите, Иисус воскрес и нас воскресит. Я, когда с дневно еще и беседовал, я говорил, скажите, вот пятница, почему называется четверг, пятница? Ну, четвертый день, пятый, это самый коренький. А суббота? Ни один не объяснил, ни разу. Воскресение еще хоть несколько человек скажет. Воскресение, Христос воскрес. А субботу никто не может объяснить. Суббота, а ты скажи, это шаббат, означает покой. Покой, дарованной Богом. Покой, которым мы получили во Христе вечную субботу. Дениане 17.32. А услышав воскресение мертвых, они насмехались одни. Вот здесь как раз они и подумали, что Анастасия это особое божество. А у них были и богини. Боги были и богини Венера, Диана, не только Марс и Юпитер. Римином 6.5. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то есть нас гонят, убивают за Христа, то должны быть соединены и подобием воскресения. Отсюда вывод. Если мы не соединены со Христом в подобием Его смерти, за право нас не гонят, то подобие воскресения вряд ли будет. Понимаете, как простые выводы можно делать. Меня за Слово Божие гонят или нет. Вот я по правде говорю. Я хочу быть мирным. Я никому не хочу лезть. Но вижу, неправильно поступают. Я думаю, я сейчас пойду, скажу брату, а он на меня озвится. Подумаю, похожу. Нет, пойду. Второй брат скажет, так ты его хотел озвить? Нет. Я боялся, чтобы не остаться виновным, что я ему ничего не сказал. А когда я ему сказал, а он не послушал, я свободен. Кровь его на его голове будет. Вот еще что нужно знать. Ты просто обязан, как христианин. Риме 6.5 и 1 Коринфянам 15.32 Когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвый его не воскресает? Станем, если пить и база трублю. Вы себя ведете так, почему у меня в лагере? Потому что не верите в воскресение из мертвых. Вы своих детей спросите, когда дети в последний раз даже коров пасут? Когда они склонялись сами молиться, они на поле? Когда они руки простирали к Богу? Когда? Когда ребенок подошел к родителям и призвал на молитву? Это вы их зовете. А наоборот. Проверять очень легко. И вы видите, дети не духовные. А если ребенок зовет на молитву, это очень важный момент. Ефесианам 2.6 И воскресил с ним, и посадил он в небесах во Христе Иисусе. И когда мы уверуем во Христа, Его примем в нашу жизнь, в сердце будем крепко вернуть в Него. Это означает, что Он нас посадил на небесах. А когда уверовал, посадили в тюрьму. Нет. Я не на нару посажен, я на небесах сижу. Надо научиться смотреть дальше. Когда мне приговор вынесли в суде, судья сразу говорит, ну вы поняли, что я говорю, понял. Два раза шагну и на той стороне. Я говорю, как с пророком Ильей на колесницу все это пролечу. Вот такое Бог дает внутреннее переживание, что лучшего момента в моей жизни никогда не наступит. Я бы сегодня хотел пойти пострадать за Христа. Мне очень хочется засвидетельствовать преступником. Никто не берет. Жди своего момента. Ефесианам 5.14 Сказано, встань спящим, и воскресни из мертвых, и осветить тебя Христос. То есть страшное состояние, когда человек спит. Спит духовно и телесно, когда лишнее спит. Со сном надо бороться. Вот у меня фотографы были здесь, приезжали, которые уже поступили снимки. Картина очень интересная. Видимо, я говорю, пробует, меня не видно. Все до одного сидят, а одна душа стоит. Кому больше 80 лет. Но в воскресенье та же самая история. Другие люди точно так, все до одного, старые и малые сидят, а одна душа стоит. Я это помещу в книгах. Пусть весь мир знает, как православные боятся Бога, любят Бога, как стараются. Я упаду, но не сяду. Я для Бога это делаю. Понимаете? Я стою и думаю, Господи, дай мне сил не упасть. Иногда так болит сердце, что я не могу даже крючок закрыть одной рукой. Стою, стою и не знаю, хоть ртом закрывать. Но чтобы никто не знал. А на благовестие позову, думаю, побегу в эту же ночь. Филипписам 3.10. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его. Христа распяли. Другого я не ожидаю. Что бы ни было, Господи, только не отринь. Ребятишек своих, приготовьтесь страдания за Христа. Вот меня просят иногда родители написать на ребенка, который был в лагере, характеристику. Пишу. Тоже просят на одного. Я обращаюсь к воспитателю. Ни один ничего не может написать. Я могу написать. Самая краткая характеристика. И она будет выражаться так. Плотской. Точка. Страха Божия не имеет. Точка. В лагерь приезжать не отказано. Точка. И роспись. Ничего нет. Плотской. А плотские характеристики я не пишу. Это в любом месте. Любого хулигана возьми, он тебе тоже самое выдаст. Я ничего не могу написать. А ребенок, который стремится, молится, я о нем могу написать. Как он на молитве ведет. Как разговаривает, реагирует. Как где-то посторонние люди. То есть как к уставу относятся. У меня есть что о нем сказать. Как он заботится. Колоссием 2.12. Мы были погребены с ним в крещении. В нем вы и воскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Верим не мы в воскресение из мертвых. Павел говорит к людям, обращаясь к колоссиам, он воскресил нас. Погребены были в крещении и воскресли верою в силу Бога. Воскрес я или нет? Если воскрес, то в какой момент? Мне говорят, я с детства ходил. Но я тебе называю дату. 27 сентября 1962 года в 17.00. Почему ты не можешь назвать? Я знал, в этот день у меня все перевернулось. Это была встреча с Господом на пути в Дамаск. Почему ты не можешь назвать? Не можешь назвать? Скажи Господь, дай мне эту встречу. Пусть сегодня будет. Пусть она сегодня, но только при жизни начнется. Если этого нет, человек умер без исповеди, и о нем молиться бесполезно. Ничего нет. Он при жизни не принял Христа, он не уверовал, он не благовест. Он не воскрес здесь. А если он здесь не воскрес, там воскресение только в смерти будет. Колоссиным тряде. Итак. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Где Христос сидит, а десной Бога. Если ты верующий, то ты все время будешь думать, как бы не согрешить. Вот у нас терпетички в лагере. На одну минуту их нельзя оставить людьми. Даже на одну минуту. Они не обязательно что-то будут делать. Там вокруг их полщищи демонов, я вижу. Но мы взяли на себя такую нагрузку. Кое-кому на еще все-таки откажу. И уже им очень нравится здесь. И сегодня пришла газета про лагеря. Говорят, что ужас. Я уже знаю все. Просто ужас. Лагерь принимает 20-летнего. И без надзора, в палатках. И там 7-летний ребенок. Через неделю мать приезжает, у нее в лицо дергается. Тик. Что с ним там делают? Казармы дикие. За все время, за три недели разрешили только один раз искупаться пять минут. У Черного Боля. Там некоторые уехали туда. У Черного Боля. Понятно? 23 тысячи путевка. Говорят, очень дешевое написано. Очень дешевое. Ровно в 10 раз дороже наших. Наши-то воспитатели нигде не найдут. У нас работает бесплатно. А там, говорят, за три тысячи никто не хочет работать. Ну, а кому это нужно? Практически круглосуточно. Значит, ищи горнего. Вот вы горнего не ищите? Горнего. Горнего, то есть небесного. В любом деле. Чуть только отвернешься, он начинает по своему отделу. Он не туда попал. И он мог бы быть другим. Он не может быть. Он не рожденный свыше. Ребенок мертвый. И он добрее других. И родители очень стараются, любят. А у него нет духовного. Он не может это сделать. Ему надо рождение свыше. Ни один священник этого не будет говорить. Он скажет, ходи на исповедь, причащайся, исповедуйся. Да ты мертвец. Его нельзя ремонтировать. Надо, чтобы ты встретилась со Христом, полюбила Христа, сама встала на колени и сказала, Господи, живи во мне. Я твой слуга. Помоги мне, Господи, быть другим. Исполни меня благодатью Духа Святого. Откровение 20 глава 6 стих. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым. Первым воскресением называется уверование во Христа. Ты хочешь быть блаженным в вечности? Проси у Бога, чтобы душа была воскрешена. Господи, воскреси меня от плоти. Плотской человек. Я характеристикой больше ничего не могу написать ради уважения к Отцу. Только поэтому. Ни один воспитатель, ни работников просил, никто ничего не может написать. Ничего нет. Бессветная, безбожная жизнь. Приезжает, привозит самый хулиганец, сразу с ним соединяется, из верующей семьи. Ничего нельзя сделать. Чем это связано? Как? Я отношусь только к тому, что все-таки домашний. Или муж верующий, жена неверующая, наоборот. А ребенок ближе идет к неверующим. Это трагедия. Ребенок, верующий, он от неверующих всегда будет дистанцироваться. Он опасается. Он боится их. А он не боится. Он сразу кидается. Неверующий сразу с ним те же самые дела делает. Он неверующий. Он верующий в себе живет. Вы проверьте себя. С кем вы определенно знаете. Я знаю, в потерявке, какие были люди жили. Когда подходишь, он все время сумрачный. Ни одного слова не принимать. Но приезжает неверующий, он радостный, бегает, буквально на крыльях летает. Веселый, в кабинку залезет везде. Мертвая душа. Он ходит в храм, он болится, причащается, а душа мертвая. Ты сам, попросив Бога, и скажи, Господи, вот ангел сказал такие слова, что он на кресле из мертвых предваряет вас в Галилее. Там его найдете. Господи, при дворе нас потеряете. То есть раньше нас приди. Я утром встал, а ты меня жди у двери. А может, он за дверями стоит и стучит, и кто отворит, войду к нему. Я к тебе сейчас стучу, и через эти слова может сам Господь тебе уже стучит. Пусть этот день будет не напрасный, раз слышим его стук, чтобы достигнуть воскресения из мертвых и быть со Христом. Аминь.